Путь к большим инвестициям начинается с малого. Как начать инвестировать так, чтобы потом не было мучительно больно? Привет, это эконом-класс, канал о том, откуда взять деньги на путешествие и вообще на интересную жизнь. Я начала инвестировать в 2014 году. И я помню, как мне было жутко страшно нажать на кнопочку «Пополнить брокерский счет». У меня было ощущение, как будто я отправляю деньги неизвестно куда. Сегодня я нажимаю на эти кнопочки, правда уже в телефоне, по несколько раз в месяц это точно, и делаю это совершенно с холодным сердцем. Но это вовсе не значит, что инвестиции это легко и просто. Такая уверенность и спокойствие приходят с опытом, знаниями и с приличной психологической закалкой. Кстати, фондовый рынок – это прекрасный тренажер для вашей психики. Итак, вы решили инвестировать. С чего начать? Первым делом нужно убедиться, что у вас нет долгов, кредитов, и вы сформировали финансовую подушку безопасности. Для чего это нужно? Дело в том, что фондовый рынок – это всегда риск того, что ценные бумаги могут пойти вниз, и в этом низу некоторое время держаться. Поэтому заводить деньги на брокерский счет надо надолго, ну минимум года на три. И если вдруг у вас случаются какие-то непредвиденные обстоятельства, болезни, либо вы потеряли работу, то деньги нужно брать со своей заначки или финансовой подушки безопасности, а не вытаскивать из брокерского счета с довольно большими потерями. Следующий шаг – определяемся со своими финансовыми хотелками. Для чего вы хотите заработать денег? С какой целью? А желание типа «я хочу лежать у моря, пить кокосовый сок и ничего не делать» – это слишком размытое, неконкретное желание давать его конкретизируем. Итак, чтобы лежать у моря, пить кокосовый сок и ничего не делать, замечательное желание – нужно иметь домик у моря, купить его, и иметь пассивный доход, с процентов от которого вы будете лежать у моря и ничего не делать. Итак, мы рассчитываем, сколько денег нам нужно для достижения своей финансовой цели. Далее мы определяем срок, в течение которого мы должны достичь этой финансовой цели. Что касается процентов на жизнь, я рекомендую брать 10% годовых в рублях и 6% годовых в долларах. Это вполне реальные суммы. Далее вы открываете инвестиционный калькулятор и вносите туда свои данные, то бишь желаемую сумму, вашу финансовую цель, срок, в течение которой вы хотите этой финансовой цели достичь, проценты годовые, это 6% в долларах и 10% в рублях, и стартовую сумму, если она у вас есть. Я для этих целей, для вот этих подсчетов использую сервис калькулятор.нет. Там есть такая функция, там несколько способов подсчета, там есть такая функция, когда вы можете почитать, сколько денег каждый месяц вы должны инвестировать в течение заданного срока, чтобы достичь своей финансовой цели. Ссылку на этот сервис я оставлю внизу, в описании под видео. Хочу только заметить, что это англоязычный сайт, цены там указаны в долларах, но вы можете указать в рублях, все равно подсчет будет один и тот же. Итак, путем нехитрых расчетов вы понимаете, сколько денег каждый месяц вы должны отправлять на инвестиции, для того, чтобы через энное количество лет лежать у моря, пить кокосовый сок и ничего не делать. Если вы понимаете, что ваши нынешние возможности не соответствуют вашим нынешним желаниям, у вас есть несколько путей. Первый путь – это увеличить срок инвестирования, не 10 лет, а сделать 15, например. Второй путь – умерить свои финансовые хотелки, сделать их более скромными. Есть еще третий путь – покупать более высокорисковые активы, которые дают большую доходность. Но это путь для опытных инвесторов и опытных трейдеров, которые к тому же психологически устойчивы к риску на рынке. Поэтому вы новичок, мы пока этот путь отметаем. Итак, вы наметили 2, 5, 3, 10 финансовых целей. Всех их прогнали через инвестиционный калькулятор. Соотнесли свои возможности и свои желания. Может быть, от некоторых финансовых целей на время отказались. И теперь у вас есть четкое понимание того, сколько денег и на какой срок вам нужно инвестировать, чтобы достичь своих финансовых целей. И вот с таким четким пониманием, зачем и на какой срок вы инвестируете, вы заводите в своей жизни одно железное правило. Как только зарплата или иной доход поступает вам на карточку, вы тут же бросаете деньги на брокерский счет, на инвестиции. Если не успели завести брокерский счет, можете бросить на накопительный банковский счет. А хочу сразу подчеркнуть, что это надо делать сразу. То есть не по остаточному принципу, что останется, то инвестирую, а именно сразу. Дело в том, что к концу месяца у большинства людей, как правило, ничего не остается. И причем это не зависит от дохода. Вы можете получать 30 тысяч рублей, можете получать 300 тысяч рублей, но деньги, они всегда жгут руки. И вот их так хочется всегда потратить, что к концу месяца ничего не останется. Это чаще всего и случается. Поэтому еще раз повторюсь, как только деньги пришли на карточку, сразу положенную сумму отправляем на брокерский счет. Далее многие финансовые советники рекомендуют сформировать свою инвестиционную стратегию. Она может быть консервативной, умеренной и агрессивной. Все зависит от вашей склонности к риску и от той доходности, которую вы желаете получить. Выше риск – выше доходность, ниже риск – ниже доходность. Я думаю, что новичку надо всегда выбирать консервативную стратегию, то бишь низкий риск и небольшая доходность. Потом, набравшись опыта и знаний, вы сможете поменять свою стратегию на более агрессивную. Поэтому бог с ней, с этой инвестиционной стратегией, пока не думайте о ней. Я вам рекомендую, сразу открывайте брокерский счет, сразу покупайте энное количество бумаг, начинайте торговать и параллельно учиться. Это очень важно. Практику совмещать с теорией. Как выбрать брокера? Основные российские брокеры – это ВТБ, Сбербанк, Открытие, БКС, Финам и Тинькофф Инвестиции. У каждого брокера есть своя линейка тарифов. На что обратить внимание, выбирая брокера и тариф? Первое. Обращаем внимание на размер комиссии брокера и биржи за каждую сделку. Далее смотрим комиссию депозитария за хранение ценных бумаг. Смотрим, сколько брокер берет за открытие и обслуживание брокерского счета. Если вы планируете покупать валюту, либо покупать американские акции, смотрим комиссию за валютные операции. И, наконец, немаловажный момент. Узнаете, берет ли брокер плату за вывод денег с брокерского счета. Новичкам я советую выбирать тариф с бесплатным обслуживанием счета, потому что для вас это будет основной статьей расходов, и вы спокойно можете ее избежать. Какие бумаги купить для начала? Я рекомендую купить акции и облигации крупных российских компаний, которые входят в индекс ММВБ. Также акции крупных американских компаний, которые входят в индекс S&P 500. И для развития кругозора, расширения кругозора, купите несколько ETF-ов. Это инструмент коллективного инвестирования. Они появились на московской бирже, поэтому вы спокойно можете их приобрести. Еще очень немаловажный момент. Бумага одного эмитента, то есть компании, которая выпустила акцию, не должна занимать в вашем портфеле долю более 10%. Предположим, если вы положили на брокерский счет 30 тысяч рублей, то купите акции одного эмитента на сумму, не превышающую 3 тысяч рублей. Почему это важно? Важно, потому что вы диверсифицируете портфель, то бишь уменьшаете риск своего капитала. Если одна компания пойдет вниз, то другая пойдет вверх, и вы не потерпите убытка. А во-вторых, такое разнообразие бумаг позволяет вам быстрее самообразовываться и изучать рынок инвестиций. Где и у кого учиться инвестированию? На самом деле ресурсов сейчас огромное количество, и все они очень неплохие. Существуют книги по инвестированию. У каждого российского брокера существуют очень неплохие онлайн-образовательные ресурсы. Очень хороший ресурс есть у Мосбиржи, называется «Красный циркуль». И также на просторах Ютьюба, в Телеграме существует огромное количество практикующих инвесторов, которые образовывают народ и рассказывают им о том, как правильно нужно инвестировать. Какой алгоритм обучения предложила бы вам я? Я вам предлагаю начать с бесплатных образовательных ресурсов российских брокеров. Мне очень нравится, больше всех зашли материалы Тинькофф Инвестиции. Далее, изучив материальную базу, основу, вы переходите к отдельным темам. Очень хорошие спикеры, хорошие эксперты преподают на онлайн-образовательной платформе Московской биржи, называется «Красный циркуль». И что касается YouTube-каналов и Телеграм-каналов, у меня есть пятерка любимых авторов. Это Кира Юхтенко и ее канал, YouTube-канал «Инвестфьючер», Наталья Смирнова и ее канал «Смирнова Капитал», Евгений Коган и Бит Коган, и канал «Финансовая независимость», YouTube-канал «Финансовая независимость». А вообще, конечно, больше авторов и больше каналов, и очень неплохих. Я просто выбрала те, которые мне хорошо зашли. Почему именно их? Во-первых, эти люди реально практикующие, очень финансово грамотные. Во-вторых, они очень просто и легко, доступно рассказывать об инвестициях. В-третьих, у них такой системный подход. Вот знаете, это не всем дано, преподносить информацию так, чтобы она у вас раскладывалась по полочкам, и у вас становилось ясно. Достаточно быстро, вы сразу быстро разбираетесь в том или ином вопросе. Но, во-вторых, практически все они очень хорошие спикеры, юморные, живые, эмоциональные. Мне, например, это очень располагает, и как-то очень помогает быстро и легко учиться непростым и сложным вещам. Но вы, наверное, поняли, что инвестиция – это не так легко и просто, как рассказывает нам реклама одного известного российского брокера. Но, с другой стороны, это и не высшая математика, и не сопромат. Я, например, стопроцентный гуманитарий. Со школы я ненавидела математику, цифры и таблицы. Но, когда я погрузилась в живой и интересный мир инвестиций, я поняла вот что, что фондовый рынок – это не про математику, или в меньшей степени про математику. Фондовый рынок – это про самообладание, про здравый смысл и про потрясающее расширение твоего кругозора. Благодаря инвестициями я узнала о потрясающих людях, которые открывают потрясающие бизнесы. Я узнала о технологиях, которые через несколько лет изменят нашу жизнь кардинально. Мы научимся лечить рак, мы перестанем стареть, мы будем печатать многоэтажные дома и делать многие-многие потрясающие, фантастические вещи. Если сегодня вы вложите 10 долларов в индустрию будущего, то через 10-15 лет вы сможете получить 1000 долларов. А сможете и не получить, потому что вы можете не стать инвестором. Но если уйти от этих мечтаний о будущем, а спуститься с небес на землю, для формирования пассивного дохода и для достижения каких-то долгосрочных финансовых целей другой альтернативы, кроме инвестиций, на сегодня нет. То ли к сожалению, то ли к счастью. А банковский депозит в лучшем случае отобьет вашу инфляцию, то есть защитит деньги от вашей инфляции. Аренда недвижимости так популярная, сдача в аренду недвижимости так популярная у русского человека. Во-первых, для нее требуется большой стартовый капитал. Купить квартиру, отремонтировать, закупить мебель. И в лучшем случае процент от сдачи недвижимости достигнет 6% годовых. А между тем, совершенно безрисковые государственные облигации ОФЗ дадут вам в год 7-8%. И при этом вы не будете платить налоги, квартплату, не будете тратиться на ремонт и не будете устраивать разборок с плохими жильцами. Поэтому, в общем, выбор остается за вами. Вы можете ничего не менять, плыть по течению, в конце которого никто вам не гарантирует достойной пенсии и достойной жизни. А можете выбрать другой путь, меняться, развиваться, учиться, чтобы в 40, 50, 60 лет достичь финансовой независимости и воплощать в жизнь свои, а не чужие, цели и желания. Если вам было интересно то, что я вам рассказала, подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь со своими друзьями. И я желаю нам всем вместе жить интересной, насыщенной жизнью и при этом делать это за разумные деньги.